Давай вот этот отрывочек мы с тобой разберем. Исцелиться она хочет. А оно произойдет? Нет. Почему? Она же говорит, я знаю, что будет потом, если была любовь. Если осталась зависимость, то есть была любовь, осталась зависимость. Какой монолог в точку мне попался? Что потом начнется? Синдром отмены. Да, ты что там печатаешь? Синдром отмены ищешь? Да, да. Вот видишь, мы уже на каком с тобой уровне. Что такое синдром отмены, ты там читаешь? Угнетенное настроение. Какое? Здесь, например, угнетенное настроение. Синдром отмены. А мне казалось, что это наоборот хорошо. Нет, ну, допустим, человек принимал долго-долго лекарства, а потом он их перестает, у него такая ломка. А, вот это ломка получается. Ломка? А, ну, в принципе, она там и говорит о ломке тогда, получается. Видишь, какая ты молодец, сразу пошла. Под синдром отмены также понимается синдром, возникающий в результате прекращения употребления любых психологов, также называемый абстентным состоянием. Реакция организма, как при прекращении, при снижении приема лекарственного средства и проявляющего ухудшения состояния пациента. Ухудшение состояния пациента, у которого было направлено действие препарата. Именно характерен, в первую очередь, для препаратов, быстрых выводящихся. Чем быстрее выводится препарат, тем ярче может быть выражен синдром отмены. Ух ты! Чем быстрее выводится из организма препарат, тем ярче может быть выражен синдром отмены. Фактором рисования может быть не только прекращение приема лекарственного средства, но и может появиться и на фоне лечения. Слушай, как здорово! Да ты моя женсулу! Прямо уроки у нас не прошли даром, как я поняла. Молодец! Так, значит, я знаю, что будет потом, если была любовь, если осталась зависимость, начнется синдром отмены. Ухудшение состояния, пишу себе. Ну, можно по-другому ломка. Не, не, ломка. Так, тогда когда какая... А что я тогда хочу донести этим монологом? Не влюбляйтесь, что ли? Любовь — это наркотик. Любовь — это наркотик? Хорошо. А может быть, будьте готовы к ухудшению состояния после разрыва? Может подготовить... Если, допустим... Если я тогда возьму замену свою, допустим, подругу, которая рассталась с мужчиной, и я ей рассказываю о том, что готовься... Что будет еще хуже, но на это будет в начале все равно... У выздоравливающего больного незаметно сползает в них... Вчера была, сегодня... А сегодня ей на смену приходит привычка взаимоуважения. Что тогда получается первый такт... Опять я сижу... Тогда получается, что будет привычка взаимоуважения, взаимодоверия. Так, и любовь. А, нет. Она будет год, два, пять. Ага. То есть, любовь у нас снизила градус. Ей на смену придет привычка взаимоуважения, взаимодоверия. То есть, она не знает, как назвать, когда проходит любовь. Приходит то, что держит нас, мужчина и женщина, вместе прочнее шквала страстей. Он становится частью тебя, частью твоей души, частью твоего тела. Это получается, что если я много лет живу с этим человеком, то он становится частью тебя, частью твоей души, частью твоего тела. И когда ты... То есть, получается, я рассказываю своей подруге, в принципе, как психолог, кстати, товарищ Женсулу. Товарищ Женсулу. То получается, что вот она, получается, моя подруга была несколько лет замужем, да. И у нее, получается, ну, это я бы так сделала, да, что вот у них была любовь. Она проходит. На смену этой любви приходит взаимоуважение, взаимодоверие. Значит, ну, как бы, я не знаю, как назвать это, но приходит то, что держит нас, мужчины и женщины, так, вместе прочнее шкала страстей. Он становится... И вот, то есть он становится частью тебя, частью твоей души, частью твоего тела. Она это все и объясняет для того, чтобы прийти к расставанию. Почему расставание так больно? Расставание, утрата почти физическая боль. Она, скорее всего, ну, то есть ты, я, не знаю, все мы через это прошли, да. И ты начинаешь объяснять, что расставание, утрата почти физическая. Вы знаешь, я бы сделала вот этот разговор, как на кухне двух подруг. Значит, и она ей начинает объяснять, что это будет физическая боль. Болит по-настоящему, кровоточит без крови. Ну, ты это знаешь, я это знаю, мы это прошли, да. Как бы, вот, и когда я это читаю, я это понимаю, эти строки. Ну, в принципе, все женщины, когда будут читать, они будут понимать эти строки. У мужчин немножко все равно по-другому проходит. Хотя то же самое, скорее всего. Потому что день за днем, из месяца вместе, с года в год он был рядом. Рядом кто был? Твой наркотик. Это наркотик твой. Ты подсела на него добровольно и думала, что так будет всегда. А он как ласковый дилер. Вот знаешь, здесь очень хороший киношный вариант. Именно киношный вариант. То есть тут не должно быть театральщины. Это должно все быть очень просто. Да, очень просто. Но при этом она как бы разъясняет, почему ей сейчас так больно. То есть моей подруге больно, и я тебе разъясняю, да, разжевываю, почему тебе больно. Да, или что, готовься к ухудшению состояния в итоге. Ну, я бы здесь все-таки добавила, знаешь, вот как-то, знаешь, тут как бы, знаешь, так все плохо, короче. Ну, то есть она сейчас погрузится вот в эту боль, да. Она объясняет, если осталась зависимой, и я знаю, что будет потом, если была любовь, если осталась зависимость. Начнется синдром отмены. Это будет ломка. Ну, блин, ну надо было в конце добавить, что ты восстановишься из пепла, как птица феникс. Ну, ептать. И вот, знаешь, я бы, я бы вот здесь, если бы, я бы, ну, то есть это же, мы же не снимаем его на пробы, да, я бы в конце бы написала все-таки, что, знаешь, так взяла бы еще так булочку такая, окусила бы там, или яблоко, и же я бы так сказала, ну, потом ты восстановишься из пепла, как птица феникс. Ну, потому что они не восстанавливаются. Не восстанавливаются? Ну, некоторые люди не восстанавливаются. Они, например, начинают из одних в отношениях, похожие отношения, и там усугубляют только. А, ну, подожди, но они же все равно, пройдет это время, они же начинают все равно там более лучше себя чувствовать. Ну, бывает, что до конца они не исцеляются, ты, например, начинаешь скакать из одних в отношениях, другие в отношениях. Вот. А, это ты сейчас про меня? Нет, я не про вас, я вообще в целом говорю, что психосоматика начинается болезнь, или недоверие, или там одна хочется остаться, вообще уже разочаровалась полностью. Бывает. Хорошо, хорошо, тогда концовка здесь нормальная. В общем, хорошо, я с тобой тогда соглашусь, начнется синдром отмен. Все, значит, какую мы сценическую задачу делаем? Предупредить, что расставание – это больно. Предупредить подругу. Что состояние будет ухудшаться, вот это очень важно. Что состояние твое будет ухудшаться. Мы должны… Смотри, Женсулу, старайся всегда говорить конкретикой, вот это очень важно. У тебя так это и не выработалось, сколько мы с тобой занимаемся. Конкретикой, вот смотри, почему ухудшение состояния, даже психологического можно написать и физического, да? Почему? Потому что, вот видишь, синдром отмены. Я это не поняла, то есть для меня это было как улучшение состояния. Вот в чем дело. Ты прочитала, мы выяснили, что это ухудшение состояния, и, соответственно, я себе для своего мозга объясняю, что это ухудшение состояния. Потому что я все-таки не понимаю, что такое синдром отмены, для меня это неясно. А для мозга будет более понятно то, что это ухудшение состояния твоего эмоционального, физического, и вообще ты просто в жопу попадешь, как говорится. Идем дальше. Значит, тогда у нас будет что? Предыстория. 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 Я рассталась. Не ты, не ты, не ты. Ты это подруге говоришь. А как я ей говорю? Я же твой опыт рассказываю. Не, ну, ты ей рассказываешь свой опыт, но мы сценическую задачу поставили, что пойми, будет хуй. Ну, смотри, дело в том, что как бы вот ты ставишь свою, допустим, подругу, знакомую, я не знаю, человека, представляешь, какого-то, да, у которой вот такая ситуация, вот она сидит перед тобой такая вся скукоженная, бедненькая, там слезки текут, платочком вытеряет. Ты это все рассказываешь. Но пойми одну вещь. Ты не ей, это не подруге, ты на самом деле все рассказываешь. Зрителю ты это все доносишь. Понимаешь? Зрителю. В любом случае. Замена – это зритель. Вот как ты, помнишь, сказала, что я стекло поставила. Ты поставила это стекло, а я-то думала, что ты с матерью со своей настоящей разговариваешь. Понимаешь, в чем дело? И вот наша задача, как бы, ну, всегда, чтобы зритель это все понял, почему вот эти очень важные препятствия, потому что мы подчеркиваем какие-то моменты вот в этом вот, во всем. Почему я, дошло до меня, что Хэлли Дхан хотела, чтобы он перед ней извинился. Я вроде смотрю, даже не анализирую ничего, а я это понимаю, потому что она сделала так свою роль. Соответственно, вот я, ты садишь вот эту подругу, начинаешь ей рассказывать, что, блин, будет хуже. Будет, твое состояние еще ухудшится. Ты вот сейчас сидишь здесь, слезы льешь, а состояние твое еще ухудшится. Готовься к этому. Вот предыстория может быть вот это вот. То есть я тебе, как подруга, говорю правду. Вот тебе предыстория, кстати. Я говорю тебе правду, будет хуже. И ты, и как бы от этого никто не денется никуда. Ни я, ни ты, и т.д. Почему? Да потому что мы жили с ним несколько лет. Это теперь наши наркотики. Вот этот наркотик у нас выдрали из нас. Ой, я такая сижу, короче, и женслое подруге рассказываю. Вот у меня тут, видишь, у меня уже пошла работа. Человек сидит, и я ему рассказываю. Вот это будет предыстория. То есть ты уже весь монолог, он у тебя готов. Почему тебе будет хуже? И все. И ты тут уже безжалостно будешь ей говорить. Ну а что, к чему готовить? А, как говорят это? Да ладно, не переживай, пройдет время. Время-то, какие вы интересные, как не переживай, прежде чем пройдет время, ты будешь в жопе сидеть. В жопе. Как бы ты ни крутила, как бы ты ни хотела, все равно ты будешь на этой шкале, в нижней. Живала, женселусик, теперь я твои уроки вспоминаю. Месть, негатив, злость и т.д. Ты все равно эти моменты переживешь внутри себя. Потому что у тебя наступит синдром отмены, ухудшение состояния. Все. Да, ну с тобой, допустим, мне это легче все было в эти моменты проходить. Все равно в любом случае, когда есть человек, с которым ты можешь поговорить, хотя бы, когда у тебя вот так вот состояние прыгает, и то лучше. Ты в определенный момент чувствуешь себя счастливым, в определенный момент в жопе. Но так лучше как-то, ну мне показалось, что так для меня это лучше. Потому что первый раз, я так быстро от всего отошла, первый раз у меня крылья за спиной растут. Дальше. Сколько здесь тактов? Надо же их по очереди, как это считать, зависимость остается с вами. Раз, два, три, четыре, 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 четыре. По очереди, да? Первое. Зависимость остается с нами дальше, когда проходит любовь. А она быстро течь на год, два, пять. У всех по-разному, но вечный нет. Я думаю, это один. У всех по-разному, но вечный нет. Солбик отражающего больного на замене сползает. Да, 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 молодец, ставим так первый. Второй. Так, как столбик термометра у выздоравливающего больного незаметно сползает вниз, так и любовь. Вчера была, а сегодня на смену приходится привычка взаимоуважения, взаимодоверие. Наверное, это один, да? Как столбик термометра у выздоравливающего больного незаметно сползает вниз, так и любовь. Вчера была, а сегодня. Сегодня на смену приходит привычка взаимоуважения, взаимодоверие. И дальше вот эта тема раскручивается. Я не знаю, как назвать чувства, которые наступают в любовь. Приходит то, что держит нас, мужчин и женщин, прочнее шкала страстей. Прочнее, чем шкала страстей, я бы вот так поставила. Приходит то, что держит нас, мужчин и женщин, вместе прочнее, чем шкала страстей. Но в самом деле, сначала же страсть, и это самое опасное, кстати, когда ты в страсть, уходишь в страсть, то потом очень, это самое хреновое расставание, кстати. Приходит то, по опыту говорю, приходит то, что держит нас, мужчин и женщин, вместе, прочнее, чем шкала страстей. Он становится частью тебя, частью твоей души, частью твоего тела. Расставание утрата почти физически. Расставание – это следующая мысль. Ну да, давай сделаем так. Прочнее, чем шкала страстей. И дальше она объясняет, что он становится частью тебя, частью твоей. Почему тебе так говняво сейчас? Мы объясняем дальше. Кстати, вот, кстати, даже можешь сразу на этом такте, он становится частью тебя, частью твоего тела. Расставание утрата почти физическая. Болит по-настоящему, кровоточек без крови, потому что день за днем, из месяца в месяц, года в год рядом был он. Твой наркотик, ты подсел на него добровольный, думал, что так и будет всегда. А он, как ласковый дилер, щедрой рукой отсыпал себе доз, а потом ему надоело, он уехал, ушел из жизни твоей или из жизни вообще. Пути господня не поведен. Мужчина может... Я бы полностью сделала из жизни твоей или вообще, или из жизни вообще. Я бы сделала таким тактам, большим. То есть она здесь ей разжевывает, почему тебе сейчас так больно. Почему сейчас тебе так больно. Пути господня неисповедимы. Мужчина может покинуть тебя по разным причинам. И вот это заканчить, это будет следующее. Так, то есть пути господня неисповедимы. Мужчина может покинуть тебя по разным причинам. и последний знаю что будет потом если была любовь синдром отмены если осталось зависеть и вот здесь очень важно я бы знаешь здесь какой персонаж сделала есть наш русский сериал психологи посмотри вот я бы на твоем месте посмотрела бы кого-то из них и прямо они по-моему где-то там у них есть я вот честно сказать не смотрела я просто слышала об этом сериале да и почему я бы посмотрел нашла бы где-то отрывок где они сидят за столом и о чем-то вот разговаривают да вот именно вот такой момент потому что он скорее всего у них там был и я бы взяла кого-то есть такие отлично я бы взяла кого-то из именно из этих персонажей троих вот просто бы один в один бы скопировала и сделали все я бы даже не парилась потому что здесь по идее психологом ей как таковым нельзя быть да потому что она подруга допустим и если я сейчас включу психолога здесь вот кстати препятствие кстати вот зерно роли психолог кстати если я здесь начну работать как психолог она меня пошлет на хрен в итоге да а если я постараюсь объяснить по-человечески да даже где-то знаешь вот кстати здесь бы внутренний монолог я бы какой взяла я бы взяла что у меня то есть рассказала бы свою историю внутри да он тоже был таким же козлом я тоже через это все прошла но знаешь я бы все-таки оставила надежду что это пройдет после ухудшения состояния как бы то есть на своем примере может быть даже показав что как бы да это да смотри это и еще еще раз подчеркну это киношный должен быть вариант не театральный вот это очень важно киношный значит ну меньше дата то драмы то есть я и конкретно объясняю чтобы знаешь может быть где-то даже вот какое-то какую-то жестокость жесткость ключом может быть то есть я говорю тебе правку правду матку я тебе сейчас не буду врать что с тобой будет происходить и почему просто я тебе объясню и почему кстати вот еще одна предыстория очень интересный момент да если я вот этой предысторией воспользуюсь что я тебе сейчас объясню всю правду скажу я не буду тебе врать потому что ты моя подруга но тебе придется как бы но зато ты поймешь что да будет плохо больно почему потому что его оторвали от тебя все это нормально я и буду доказывать это понимаешь я и буду доказывать соответственно я сразу начинаю думать если я буду доказывать я буду к ней стремится да может быть когда захочу паузу сделать я отойду от нее но я буду ей доказывать вот моя задача доказать ей что будет хуже солнце моё так значит в принципе мы сейчас тобой все разобрали все вспомнили вот смотри ты же можешь вот так же и рассуждениями вот я сейчас просто рассуждала сидела 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 у меня вот рассуждениями пошло 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 и все принципе инструменты всплыли наружу да просто мы конкретно проходили по каждому там отдельно но при рассуждении у тебя все это может всплыть поэтому ты просто рассуждаешь у тебя есть монолог неважно даже одна строчка ты просто рассуждаешь и просто делаешь это все все в любом тексте все всегда сказано вот но если не сказано то смотришь в интернете как ты сделал твои сегодня победы победы видео получилось пока пока видео получилось сделать не через сожаление там через вас как сказать восхищение потому что мне реально мне нравится земля я представила что если бы я умирала вспоминал бы хороший момент поэтому еще плюсом ты бы могла он также как она больше чем уверена в конце зареветь вот больше чем уверена женсу в один раз не в этот момент а вот иногда с родителями разговаривала мне получилось зареветь искренне слезы пошли надо было тебе несколько моментов так еще победы то есть несколько но я себе сохранила просто последний потом победа парагу прогуглить синдром отмены молодец да прямо я молодец блин лара подумала одно и ты кстати могла бы повела повестись на мои понимаешь чем дело на то что значит все и стало хорошо а нет ты пошла гуглить и вот здесь огромный тебе плюс то есть ты думаешь своей головой это очень важно так дальше потом а я себе подчеркнула ларочка замечательная моя что надо иногда да вот проблема то у меня слушать других людей может быть они тоже правы с тобой одна у тебя одна у меня благодаря лишь слову двум словам синдром отмен да дальше ребятин нашли что это такое так что то еще было то что два варианта нужно отправлять тоже молодец до молодец подловила меня умничка ну и в целом сказать конечно у меня аналитический я не могу еще так классно разбирать анализировать тексты но сценическую задачу даст вместе с вами смотри еще раз тебе говорю будут увидишь болливуд до подчеркивают еще раз приходят пробы ты мне их высылаешь там лар давайте встретимся у меня на работе свободный график я в принципе могу давай встретимся если я ничем не занята мы тут же можем с тобой разобрать дашь на дашь как говорится я что-нибудь вспомню стоит твое и чего-нибудь вспомнишь там как раз мое вот поэтому почему бы не вот так что ты можешь его разобрать допустим сказать там вот я думаю так то так то так то да то есть сначала ты лучше скажи мне что-то думаешь а я потом так то так то так то и мы можем вдвоем с тобой найти прорепетировать отключаемся ты снимаешь и отправляешь почему бы и да вот и все ну из того что я вспомню мне в основном приходила реклама там очень короткие тексты . вот как этих коротких текстов тоже надо сценическую задачу все это реклама есть кстати в рекламах в основном эмоции эмоции идет в первую очередь да вот поэтому там тоже надо понимать рекламах все то же самое и в рекламах честь кстати подвох то что твой партнер может вызвать в тебе другие чувства вот это очень сложно смотри в плане того что вот у тебя есть вот муж да а ты его жена и вы живете вместе там пять лет и решили купить классную там я не знаю кофе-машину домой а ты приходишь на съемочную площадку блин а там такой симпатяшка ты прям вся расплылась а тебе-то надо сыграть жену его с которой ты живешь пять лет понимаешь потому что в кадре то будет видно что ты начинаешь с ним флиртовать какой вот тебе монолог да что на смену приходит привычка взаимоуважение взаимодоверие то есть понимаешь у тебя тут должно родиться взаимоуважение доверие к этому человеку что вы с ним прожили пять лет вместе и вот ты должна это все то есть убрать свой флирт вот это все там представить как вы действительно с ним вместе пять лет прожили как вы уважаете друг друга и как в принципе поэтому вы вдвоем выбираете ты кофе машину не ты одна а вы вдвоем прикидываешь какой может быть подводный камень а он может быть ну просто я на своих подводных камнях тебе говорю что я тебе уже рассказывал что я когда с полицейскими начинаю работать он еще такой симпатичный я сразу вау то это режиссер так мне нужно здесь то что ты его боишься и ты при тебе приходит я его боюсь только у меня вопрос голове все время сидит с какого перепуга я его боюсь вот с какого перепуга я его боюсь объясните мне пожалуйста еще режиссер причину того почему я его боюсь но вот к сожалению приходится вот так вот выжимать ну ты актер это должен быть ко всему готов поняла менять и еще один вопрос а то есть как телом тогда получается играть движение показывает друзья а у тебя все это пойдет если у тебя все внутри состыкуется у тебя все это пойдет само собой это первый второй момент я тебе все-таки рекомендую женсу сходить на курсы актерского мастерства первое это работа через тело все-таки прям рекомендую вот сходи найди может у вас казахстане там нет ты же в алмате живешь просто не а в астане астана подожди а столица то у вас кто астана но я думаю что в астане что-то должно быть такое есть открой вот сходи обязательно вот сходи на работы именно через тело это тоже очень интересная я думаю тебе очень тоже понравится во первых ты здесь убьешь двух зайцев опять же да мы же много через тело работаем где чего живет у нас да ты вопрос задаешь где у тебя живет обида я говорю вот там ты там то да вот тут тоже самое потому что я видела я работала же с с режиссером уже дай бог памяти о такая дурацкая фраза еще сказала о с ириной багровой да она прямо при мне творила чудеса там у человека не получалось не получалось она подходила куда-то на сзади нажимала причем сзади на какую-то точку у человека моментально эмоции менялись вот вот тебе пожалуйста это же уровень вот и все она потом причем вот благодаря этой технике я считаю что благодаря этой технике она пошла работать массажистом остеопатом учиться на остеопата потому что видишь раз она уже знает такие точки где у актера вызывать какие-то там учить соответственно и уже будет легче и остеопатом работать вот самая прикольная штука самая прикольная ли поняла потом у меня по себе заметил что я вот вначале хорошо включаюсь например эмоционально там а когда много-много-много раз я уже выдыхающий встаю и уже выпадаю смотри какой дубль лучше вот и все ты может тебе третий дубль ты поняла что ты его он снят все высылаешь если считаешь не снят не дотянула тогда дальше делаешь мне как правило последний бывает дубль почему-то или первый у меня там потом да много тоже дубль не нельзя снимать потому что сама потом заботаешься какой лучше выслать то ли первый то ли десятый 5 сняла допустим сказала себе все там или три сняла и сказала все хватит выбираешь из трех лучше и отсылаешь что будет то будет понимаешь вот что будет все я сделаю я все потренировалась я большая молодец а дальше будь что будет все хорошо ну если так я не купила молодец молодец на это поможет в принципе очень есть там такие моменты которые как бы помогают единственный момент учебок то что ну как бы это все это все станиславский понимала да это все станиславский переписанный понятным языком вот этот момент единственное что мне у нее там понравилось это состояние которое она описала это уже по ходу дела она сама вот через тело кстати там очень много состояния одиночества поиск состояния амнезии но его можно везде применять потом состояние пьяного там несколькими вот что мне понравилось там несколькими идут пунктами состояния опьянения но что мне больше всего нравится один совет не дала наша уже актриса когда мы с ней что состояние пьяного обсуждали она сказала следующее что классное состояние это когда ты его преодолеваешь то есть в некоторых моментах я еще подчеркнула говорю но это же не всегда так бывает в некоторых моментах когда ты пьяного состояние играешь ты просто пьяный что любят делать я не пьяный они любят показывать что я трезвую когда выпьешь понимаю что ты допустим ну выпила пьяненькая попробуй по прямой пройти запомнить это состояние элементарно да вот как бы вот это вот я хотела тебе сказать то есть пробуй все на себе ты сейчас как бы все через себя пробуй или наблюдай за людьми в этот момент допустим ты сидишь трезвая где-то на пьяной вечеринке просто наблюдаешь за о прекрасная возможность понаблюдать почему бы и нет вот я понаблюдала вот я попробовала повторить там потому что где-то в туалете так далее вот вот и все и еще запомни напоследок один момент не всегда все идет через слезы сопли слюни как говорится о здесь я сейчас сыграю вот я зареву лучше разбери этот момент вот как мне очень понравилось то что мы она там заревела а что-то заревела ты же хотела уйти на на холм было твое желание то есть ты поняла что здесь тебе делать нечего что-то тогда ребят да земля прекрасно это же здорово на какой-то еще грустью ревет почему земля прекрасно это классно я чувствую все но я иду в другой мир а другой мир может быть нам более прекрасен чем вот этого вот это я немножко не поняла да это прощание но такое может быть грустная радость все давай женсулу люблю целую пока пока когда последний вопрос когда ты мне отзывы напишешь ну завтра наверное у меня завтра свободный день хорошо давай я тоже тебе видеоотзыв должен давай пока ой до сего до вечера